Приветствую вас и посмотрите, какая получается ситуация. Вы встречаетесь со своим молодым человеком 9 месяцев, и раньше все было хорошо. Раньше им была страсть, влюбленность. Это, безусловно, было прекрасно. Потом страсть прошла, влюбленность угасла, а нового, ничего, заместо этого не появилось. Не появилось уважения, не появилось взаимопонимания, не появилось общих тем, не появилось каких-то точек соприкосновения, которые бы вас объединяли. Мужчине хорошо. В одном месте он думает, что вам хорошо. В другом месте. И вы знаете, поскольку мужчина все устраивает, абсолютно все, то есть устраивает, что вы месяц не видите, что в месяц сидите одна, да, устраивает, что вы редко почти разговариваете, устраивает его, что вы там все время уступаете инициатором чего-либо и так далее. Его все устраивает. И если вы будете постоянно педалировать отношения, то получается, что они отношения вам нужны больше всего. А это не есть хорошо, это неправильно. И именно поэтому сделать нужно следующее. Скажите молодому человеку прямо, «Дорогой, я тебя люблю». Или если симпатия, то ты мне симпатичен, но вы сказали, что вы любите его. Значит, я тебя люблю. Я хочу быть с тобой. Но я не вижу с твоей стороны никаких подвижек в мой адрес. Я не вижу с твоей стороны никакого желания наше отношение как-то развивать, продвигаться, поддерживать. Соответственно, если ты не хочешь проводить со мной время, то я найду с кем его проводить. Я не буду вечно тебя ждать. И все. И скажите так. И после этого дайте им возможность что-то предпринять, совершить какие-то поступки и так далее. Если он вас любит, если он увидит, что вы действительно твердо намериваетесь сделать то, что вы говорите, а вам надо начать гулять, общаться с другими ребятами, вам выкладывать, может быть, фотографии и так далее. Если он начнет вас ревновать с другим, если тут начнет приезжать, начнет оказывать знаки внимания, наши чувства у него есть, просто они переживали кризис после спада страсти. Такое бывает. Но если ваш адрес посыпется, лишь оскорбление не будет того, если кроме оскорбления ничего не будет, то это значит, что мужчина потерял к вам чувства, и их с вами просто по привычке. Просто потому, что ему так удобно, просто потому, что он не хочет даже искать себе другую девушку, опять-таки зная, что с таким отношением, ну, вряд ли какая-то девочка захочет с ним быть. И вот этот момент, подобная ситуация позволит вам лучше понять его отношения. И уже тогда, когда вы лучше поймете его отношения, вы сможете сделать вывод, будете ли вы терпеть его поведение такое, или, соответственно, отпустите его и будете жить дальше. Но если все оставится, как есть, то получается, что вы будете страдать. Получается, что мужчина все устраивает, ему все по душе, а вы не получаете того, что вам нужно. И это не является чем-то позитивным. Мы сами говорим, что у вас уже нервы не к черту. Поэтому это нужно срочно исправлять. И срочно исправлять, вот каким образом носить определенность вашей жизни. Если мужчина этого не делает, значит, вам это нужно делать самостоятельно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, всегда помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду вам очень благодарен. А пока желаю вам удачи и всего доброго. И желаю вам также еще принятия верного решения относительно своей дальнейшей жизни, потому что очень важно, чтобы вы все-таки не пробуксовывались на ней, а жили в свое удовольствие и связывали свою жизнь с теми людьми, которые ценят вас в настоящее.